Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, вот и заканчивается декабрь 2020 года, заканчивается вообще 2020 год, поэтому начинаю, конечно же, с поздравлений, друзья, с Новым годом, с наступающим Новым годом. Давайте надеяться, что этот ужасный, кошмарный 20-й, високосный, к тому же, поскорее от нас уйдет, и в 2021 году все будет значительно лучше. А в сегодняшнем видосе мы подведем итоги декабря на фондовом рынке по моим портфелям. Мой пассивный доход, друзья, подчеркиваю, пассивный, не занимаюсь спекуляциями и трейдингом, составил 19 706 рублей. Сейчас у меня в активах 934 885 рублей. У меня есть три портфеля, один в брокере открытия с российскими активами и два брокерских счета в Тинькофф с американскими бумагами и валютными фондами. Ну и вот общая моя доходность составила 2,1% в этом месяце. Я считаю весьма неплохо, сегодня более подробно поговорим об этом, ну и вообще подведем итоги месяца по основным индексам и по основным котировкам. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья, погнали! Золото в декабре развернулось и пошло немножко вверх. В новой 2021 мы входим при стоимости золота 1889 долларов за тройскую унцию. Сбылись прогнозы тех аналитиков, кто считал, что нефть в конце года будет стоить более 50, так и получилось. Получилось, Юралс в настоящий момент торгуется по 50 долларов 31 цент за баррель. Бренд чуть повыше, 51 доллар 53 цента за бочку. И вот на ваших экранах график нефти за последние полтора месяца. Индекс Мосбиржи в декабре прибавил 4,66%. А индекс S&P 500, это 500 крупнейших американских компаний, вырос почти на 3%. Таким образом, друзья, ралли на фондовых рынках в декабре продолжилась. Хорошие графики, хорошая динамика. И вот, что касается индекса Московской биржи, лучшими бумагами за месяц по индексу были ММК, Рост плюс 28%, Хедхантер плюс 21,3%, Северсталь плюс 15,7%, Газпром плюс 15,4% и Магнит плюс 13,4%. Печалька, друзья, но у меня нет ни одной из этих бумаг. Это мне не нравится, честно скажу. А лидеры падения по индексу Мосбиржи, это ЛСР минус 4,6%, АФК-система минус 5,2%, Мейл минус 8,2%, Русал минус 8,2% и Киви, вот акционерам этой бумаги не повезло особенно, минус 32%, но связано падение Киви с претензиями Центробанка. Это, в общем-то, информация не совсем рыночного характера. Так вот, акционеры и бумаги отреагировали на то, что ЦБ заблокировал операции Киви Банка. По аутсайдерам у меня в портфеле есть бумаги АФК-системы, причем довольно-таки тяжеленькие. Ну и падение на 5%, конечно, нехорошая новость для меня. Ну и вот, друзья, на сайте Investing давайте посмотрим на лучшие бумаги российского фондового рынка за прошедший месяц. И лучшая компания отнюдь не российская, это китайская акция Baidu, которая совсем недавно появилась на рынке, и тем, кто рискнул ее приобрести, эта бумага за месяц принесла 44%. Крутая доходность, так что вот обращайте, друзья, внимание не только на российские компании, но и на американские и китайские в том числе. На втором месте Magadan Energo плюс 27,83 и замыкает тройку лидеров Ашинский медзавод плюс 26,37. В лидерах декабря также Русолова, Лента, РКК Энергия, еще американцы Walt Disney и Tesla, Соликамский магниевый комбинат и Варьего нефтегаз. Среди американских бумаг по индексу S&P 500 лучшими за месяц были компания Alexion прибавила 27,27%. На втором месте Nielsen плюс 25,61 и в тройке Tesla 22,14%. По Tesla показатели поражают воображение за год плюс 730, за три года более 1 тысячи процентов. Также в лидерах бумаги Abiumet, Diamondback, Fortinet, Walt Disney и Capri Holdings. Ну и давайте смотреть, что у меня. Начинаем с российского портфеля в брокере открытия. 572 328 рублей здесь. И давайте посмотрим информацию по моему счету. Финансовый результат за 7 прошедших дней плюс 1% плюс 6176 рублей. А вот за 30 дней, друзья, доходность скромненькая. Всего лишь плюс полпроцента, 3200. Ну получается, что большую часть моей доходности принесли мне американские бумаги, друзья. Это к вопросу о диверсификации. Почему тормозит мой российский портфель в последнее время? Потому что в нем нет нефтегаза. В нем нет нефтегаза и достаточно ограниченное количество сырьевых компаний. Нет практически металлургии. Возможно, в 2021 году я буду этот дисбаланс слегка корректировать. Ну то есть сейчас наблюдается тенденция, что золото добыча слегка притормозила. Это бумаги, на которые я делал ставку в 2020 году. Ну и в общем-то нефтегаз восприяли к концу года. И у меня получается ситуация, при которой моя высокая доходность, которая получалась у меня в период кризисных месяцев, она сейчас слегка замедлилась. Поскольку те компании, которые несли меня вперед, грубо говоря, в первой половине года и в двух третях этого года, они сейчас, наоборот, находятся в такой фазе боковика или коррекции. Ну а бумаги, которые были аутсайдерами по году и которых у меня нет, это вот та самая, допустим, нефтянка, она сейчас показывает отличные результаты. За три месяца по моему портфелю плюс 7,37% и плюс 40 тысяч рублей. За год я заканчиваю по российским бумагам с доходностью 24% годовых плюс 115 тысяч. Мне кажется, замечательный результат. По этому показателю я индекс Мосбиржи прилично опережаю. Но вот по поводу 2021 года надо будет хорошенько подумать. Возможно, что-то в моем портфеле слегка поменять, чтобы не выпадать из того цикла, в который мы сейчас входим. А мне кажется, что экономическая фаза слегка изменится. В этом месяце я получил дивиденды по двум российским компаниям. Дивиденды заплатил Норникель 623,35 рубля и компания ЮниПро 222,05 рубля. Вообще эти дивиденды ожидались в январе. Но во всяком случае брокер, прогнозируя поступление моих дивидендов, писал, что выплата будет уже в следующем году. Вот смотрите, я вам покажу прогноз на 12 месяцев. И вот видите, в январе у меня указаны дивиденды ЮниПро, Норникель, Детский мир и купон по облигациям АФК-системы. Но две эти компании, точнее две из четырех, заплатили выплаты раньше. Так что дивиденды у меня теперь в январе будут только от Детского мира. Ну и купон по облигации АФК-системы, тут совершенно точно он будет выплачен в тот день, когда и должен быть выплачен. Что касается структуры моего российского портфеля, 454 тысячи находятся в акциях, почти 90 тысяч прочее. Ну сюда относятся ETF и биржевые паевые инвестиционные фонды. 26 тысяч в облигациях, ну и немножко лежит в кэше, 1870 рублей. В следующем году я буду на эти деньги покупать бумаги, ну то есть буду реинвестировать эти денежные средства. Ну и тут у меня активы исключительно в рублях, 100% в российской валюте. По отраслям, 115 тысяч находится в материалах, 105 тысяч в телекоммуникационных услугах, 102 тысячи это прочее. Коммунальные услуги, 96 тысяч, 77 тысяч финансы, 46 тысяч технологий и 28 тысяч потребительские товары выборочного спроса. Ну и вот, друзья, что касается веса моих бумаг в моем портфеле. Самая тяжелая бумага это FINEX на акции компании США, 82 тысячи 336 рублей. Занимает она или 14% от моего портфеля. Дальше по убыванию, АФК-система, Полюс, Яндекс, Ленэнерго, ОГК-2. Кстати, энергетика что-то последнее время ушла в боковик, причем вся энергетика, я вот ее анализирую, она давала хороший профит весной, в начале лета, но потом энергетика не оправдывает надежд, поэтому посмотрим, друзья. Возможно, энергетику стоит слегка подсократить, я просто не вижу должного выхлопа от этих бумаг, а у меня их довольно много. Вот видите, у меня в Ленэнерго 36 тысяч, ОГК-2 32 тысячи, есть еще там пониже более мелкие компании от этой отрасли. Посмотрим, возможно, здесь тоже стоит сделать некую ребалансировку. Полиметалл, Детский мир, два Сбера. Вот, кстати, Сберы в последнее время очень радуют. И на 2021 год, я думаю, что Сбербанк представляется весьма привлекательной бумагой. Стоит недорого, то есть по Е этой компании достаточно приемлемый. Так что, друзья, Сбербанк, мне кажется, это перспективная штука. Мосбиржа, Норникель тоже, кстати, весьма классно провел последние несколько месяцев. МТС, ну и вот еще мой блок энергетики, Россети, Интерао и Юнипро. Ну и также у меня тут ETF-ка Финекс на золото, которая сейчас у меня вообще в портфеле в минусах. И FXWO, тоже хорошая ETF-ка от Финекс на акции глобального рынка, номинированная в долларах. Эта бумага мне нравится, возможно, буду ее докупать. Короче, по российскому портфелю месяц был, ну так себе, честно скажем, друзья, так себе. Доходность слабенькая, поэтому с этим что-то надо будет мне делать. И, по сути, в декабре меня вытащила Америка, мои американские портфели. Начинаем, друзья, с фондового портфеля. Здесь 185 662 рубля. И у меня в декабре было пополнение на примерно 100 баксов. Я докладывал сюда деньги. У меня тут 9 фондов, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, 9 фондов. Два фонда Альфы. Один в долларах, один в евро. S&P-шный и на европейские компании. Про него я отдельный видос, кстати, снял. И этот фонд я докупил вот совсем недавно. Альфа-капитал Европа 600. Я про него более подробно чуть позже вам расскажу. Выложу видео. Потом у меня несколько ВТБ-шных фондов на акции компании США. Это тоже фонд на S&P. Акции развивающихся стран, корпоративные еврооблигации РФ, облигации США и три тиньковских фонда. NASDAQ, вечный портфель в евро и тиньковский фонд на золото. Ну и вот общая доходность по этому портфелю плюс 4,35% плюс 7,738 рублей. За месяц этот фонд принес мне в рублях 2,909 рублей. А в долларах его доходность 98 долларов. Ну, друзья, скажем так, по фондам доходность оставляет желать лучшего. И вот что касается именно американских фондов, я пока не могу этими фондами обогнать именно акционный портфель. Пока выводы делать рано, потому что фондами я американскими всерьез занялся совсем недавно. Только летом я начал их потихоньку подкупать. Поэтому дистанция слишком невелика, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Но пока тенденция именно моего опыта подсказывает о том, что инвестировать именно в американские акции получается прибыльнее. Вот, друзья, мой ИИС в брокере Тиньков. И сюда я складываю исключительно американские бумаги. Доходность по этому портфелю плюс 26,5%, плюс 37 тысяч рублей. И тут 12 акций из индекса S&P 500. AppVLine Energy, AMD, Apple, Ellilili, Facebook, Intel, Merck, Microsoft, Nike, PayPal и Pepsi. И, друзья, при, в общем-то, схожем размере портфеля, Здесь у меня доход за месяц 125 долларов, а в пересчете на рубли 4893 рубля. Ну, получается, что доходность где-то в два раза получше по этому портфелю. Поэтому продолжу наблюдать за поведением моих валютных активов. И посмотрим, друзья, пока я еще для себя не определил, что является более эффективным. Инвестиции в фонды, они менее волатильны, более просты, на мой взгляд. Но потенциальные инвестиции в отдельные акции, мне кажется, могут давать больше профит. Друзья, ну вот такой вот получился декабрь. Я, в принципе, им доволен. Доходность, получается, меня вполне устраивающая. При такой доходности у меня будет выше 20% годовых в пересчете на год. Такая доходность, на мой взгляд, ну, просто шикарная. Я даже буду готов к доходности меньше этой. Поэтому посмотрим. Год мы завершаем на мажорной ноте. Я надеюсь, что у вас результаты ни в коем случае не хуже. Так что, друзья, теперь давайте выкинем все это из головы. Наливаем шампанское. Давайте встречать новый 2021. А все самое плохое, ужасное, страшное, отвратительное. Давайте оставим в уходящем году и будем надеяться на самое лучшее. Все. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Также, друзья, у меня есть Телеграм. Провожу индивидуальные инвестиционные занятия. Рассказываю, как работать на фондовом рынке, как пользоваться приложениями брокеров, как выбрать брокера, как покупать, продавать активы. Ну, в общем, если вы новичок и не знаете, с чего начинать, ссылочка на Телеграм будет в описании. Если не трудно, лайк за этот видос. С Новым годом, друзья. Пока-пока.